Над котрослей клубится серый дым, не видно даже мост. Причина столкновения двух кораблей, к счастью, условная. По сценарию на одном из судов находится 18 человек. Трое из них выпали за борт. Пострадавших из воды достают с помощью спасательного круга. Всех остальных на катера сажают прямо с палубы. К счастью, всех людей доставили на берег. Пожарному катеру осталось потушить горящее судно. Но на этом учение не заканчивается. По сценарию от взрыва некоторые пассажиры получили ожоги и порезы. Первую помощь на суше им оказывают сотрудники Центра гражданской защиты. Спустя несколько минут на другой стороне появляется тяжелая техника. Водолазы надевают акваланги и погружаются. Поступила новая водная. По легенде столкнулись две легковушки. Одна из них после удара улетела в реку. Водитель погиб на месте. Другому повезло больше. Пострадавшие в норме. Кровотечение руки. Пульс есть, давление есть. Пока без сознания. Гидравлическими ножницами спасатели разрезают машину. Мужчину перекладывают на носилки и катером отправляют на другой берег. Там его уже ждет бригада скорой помощи. В преддверии купального сезона мы сейчас проводим вот эту тренировку. Для чего? С целью, чтобы и в этом году хотя бы остаться на прошлогоднем уровне. В идеале нам бы в этом году задача стоит еще и уменьшить гибель на воде. Главное, конечно, в нашей такой ситуации это своевременное получение информации и организация экстренной защиты населения. Это оповещение и эвакуация. Ну и самое главное это отсутствие паники и грамотные действия, слаженные действия. Причем слаженные действия отмечают спасатели это и поведение самих пострадавших. В преддверии купального сезона важно вспомнить элементарные правила. Не заплывать за буйки и не употреблять алкоголь вблизи воды. Павел Волков, Денис Лосев. День в событиях.